Считаются ли настоящими психозами те состояния, которые развились на фоне употребления психоактивных веществ? Могут ли такие психозы перейти в полноценную шизофрению? Что такое двойной диагноз психиатрии и какие приоритеты в лечении людей с зависимостями с одной стороны и с другой стороны с тяжелым психиатрическим диагнозом? Сегодня мы поговорим как раз об этом. Меня зовут София Роттермель, я европейский лицензированный врач и доктор наук по молекулярной медицине. Я более 10 лет работала в клиниках Германии психиатрического и неврологического направлений. До этого защитила свою диссертацию по молекулярной медицине в Австрии на английском и немецком языках. И сейчас более пяти лет я веду для вас свой канал, где вы найдете много информации о различных диагнозах, лечении, психофармакологии, рекомендациях родственникам. Также здесь я провожу прямые эфиры с ответами на ваши вопросы. Поэтому обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны, будет много интересных тем. И давайте начнем. И сразу скажу, что многие считают, что все проблемы от алкоголя. Вот даже у меня были такие комментарии под прошлыми видео. София, зачем вы рассказываете про какие-то вообще эфемерные препараты, если это не так часто? Вот проблема все-таки общества это алкоголь. Но здесь я хочу сказать, что естественно, да, алкоголь остается, наверное, самым таким частым, да, психоактивным веществом. К сожалению, самым легко доступным и разрушительным, естественно, по воздействию на организм. Но тем не менее, если мы говорим о психозах, то алкоголь гораздо реже вызывает психозы. Это наоборот, больше такая казуистика, чем другие психоактивные вещества. Да, если мы говорим о бреде, галлюцинациях, дезорганизованном мышлении, то вот все-таки такие невинные вещи, например, как марихуана, многие считают, что такое естественное вещество или стимуляторы вызывают психоз гораздо чаще. Психоз на фоне либо употребления, либо абстиненции. И вот очень интересно, что до 60% людей с шизофренией сообщают о предыстории, да, либо употребления алкоголя, либо употребления наркотиков. И при этом, вот если говорить о первой госпитализации, то примерно четверть людей до первой госпитализации вообще психиатрической употребляла алкоголь и наркотики где-то 7% случаев. И если мы говорим о психозах, то есть таких полноценных с бредом и галлюцинациями, то здесь употребление наркотиков предшествовало в 27,5% случаев, и вот, к сожалению, 40% людей даже после первых симптомов продолжают употреблять дальше. Если мы говорим про алкоголь, то действительно на фоне абстиненции алкоголя может развиваться алкогольный делирий, да, или белая горячка, но механизмы развития все-таки вот этого алкогольного делирия совсем другие. И может быть тоже я расскажу об этом в отдельном видео, но с алкоголем это совсем другая картина, это совсем разные вещи, а сейчас же мы говорим именно о психозах с переходом, возможным, да, в шизофрению. И как я уже сказала, первое вещество, конечно, это каннабис, да, каннабис, марихуана, различные спайсы, синтетические сейчас каннабиноиды есть. И вот шведское исследование, которое вы сейчас видите на экране, показало, что каннабис действительно является фактором риска шизофрении, да, то есть можно спорить об этом, потому что в каких-то источниках написано, нет, каннабис, шизофрению не вызывает, он не вызывает напрямую, но тем не менее, да, на предрасположенную психику действует как вот такой вот ускоритель развития симптомов, и также вот еще несколько исследований показали, что каннабис повышает риск психоза и психотических симптомов. Ну, для тех, кто не знает, да, может быть новые люди на канале, я скажу, что психоз и шизофрения по симптомам одинаковы, это бред и или галлюцинации, нарушение мышления и так далее, много диагностических критериев, но разница именно в длительности, да, психоз длится коротко до четырех недель, а шизофрения, это если хотя бы один эпизод длится уже больше, да, или эпизоды повторяются. И большая проблема вот в связи с употреблением психоактивных веществ связана с тем, что люди не договаривают, люди не договаривают даже на консультациях. И вот самая частая фраза, которую я слышу, у меня на консультациях много молодых людей, которых записывают родители, когда говорят, да я всего лишь один раз покурил, да я всего лишь три раза там где-то встретился с друзьями, больше ничего не было. И вот самое ужасное, что и люди обманывают себя, люди обманывают родителей, родители, развесив уши, вот в это все верят, к сожалению, да, и говорят, нет-нет, мой ребенок, это было один раз, это было случайно. Но когда я вижу такие тяжелейшие психозы, мне очень сложно верить, действительно, что это было где-то там один раз, и это была всего лишь марихуана. Это всегда обычно одна десятая правды, потом шел какой-нибудь мефедрон, что-то еще, что-то в больших количествах. И вот такие вот тяжелые психозы, если уж человек что-то употреблял, то они не развиваются там с одного, с двух употреблений просто чего-то такого невинного. И сами по себе каннабиноиды, да, тоже повышают количество дофамина. Понятно, что они действуют через каннабиноидные рецепторы, да, то есть это вот активное вещество как раз каннабиноидов, это тетрагидроканнабинол, который связывается в первую очередь с каннабиноидными рецепторами первого типа, но это также может стимулировать и высвобождение дофамина. И я всегда говорю, что такие вещества это русская рулетка, да, то есть мы никогда не знаем, чем это закончится для каждого конкретного человека. То есть вот 100 человек будет курить, и у 85 все будет хорошо, и они будут рассказывать через многие годы, что вы знаете, я уже годами употребляю, и все хорошо. Но опять же, да, здесь даже если мы не говорим о таких пустяках, да, в кавычках, как о мотивационный синдром, потеря интереса в жизни, потеря мотивации, сложности в постановке долгосрочных целей, да, и так далее, и так далее. Но у 15 людей, да, будет полноценный психоз, потому что мы знаем, что в общей популяции частота развития психозов, да, такого психотического эпизода составляет 3%, а в случае употребления каннабиса повышается риск вот этот популяционный в 4-7 раз. То есть даже если мы возьмем, что он повышается в 5 раз в среднем, то 15% людей, употребляющих каннабис, да, вот будет иметь какие-то такие тяжелые последствия. И здесь я хочу сразу привести клинический пример. На консультацию вот обратился ко мне молодой парень, 24 года, это очень типичная ситуация, на самом деле вот молодых людей на консультациях у меня всегда гораздо больше. Кто-то считает, что психиатрия это что-то именно старческое, нет, то есть психиатрия это именно сейчас область, сфера, в которой очень много молодых людей, да, к сожалению. И вот этот парень, он жил 2 года в Таиланде, он употреблял каннабис, марихуану, может быть там было опять же что-то еще, не всегда все люди рассказывают, но во время перелета в другую страну у него развился острый психоз с бредовыми идеями, с бредом преследования, такими параноидальными компонентами. Эсторическим, мистическим бредом его сняли с самолета и поместили в клинику. После выписки состояние несколько улучшилось, но еще оставались симптомы и бредовые, и оставались еще голоса в голове. Были применены очень сильные антипсихотики, да, в первую очередь его лечили галоперидолом, потом его выписали с оландзапином, и вот на этой стадии как раз этот молодой человек обратился ко мне. Мы постепенно заменили оландзапин на квитиопин, потому что оландзапин ведет к значительному набору веса, все-таки для молодых людей это не самый хороший препарат, тем не менее для того, чтобы он хорошо спал, да, нельзя человека оставить без такой вот медикаментозной поддержки в начале. Также ввели арипипрозол, потому что все-таки первый эпизод, молодой человек, более мягкий препарат, и я всегда во время таких консультаций занимаюсь психообразованием, то есть не просто назначить медикаменты, да, и человека отпустить, надо разъяснить, почему так произошло, что этому способствовало, что нельзя больше делать, да, то есть категорически не употреблять марихуану. И вот этот парень, все-таки придя в норму, через два месяца летит снова в Таиланд, и вот во время очередного созвона он мне говорит такую фразу, вы знаете, София, я понимаю, что алкоголь не сочетается с медикаментами, я, в общем-то, не пью, но я курю марихуану, потому что это натуральное средство, и у меня был шок, потому что каждый раз во время наших созвонов я объясняла, что ему уже категорически нельзя марихуану, и что это был психоз именно на фоне канабиноидов, и вот принимать одновременно, да, медикаменты и дальше курить марихуану, это то же самое, что нажимать на тормоз и газ одновременно в автомобиле, что не имеет абсолютно никакого смысла. И, в общем-то, мы поговорили еще раз, я еще раз, да, пыталась донести вот вред именно для этого человека, да, марихуаны, больше он не появлялся, и я надеюсь, что все-таки он воспринял мои такие разъяснения. Стимуляторы, амфетамины, кокаин тоже могут вызывать психоз, да, причем симптомы могут сохраняться и даже после прекращения употребления. Например, кокаиновый, да, психоз ставится, если симптомы появились или сохраняются в течение месяца после последнего употребления. И надо сказать, что психотимуляторы тоже действуют на дофаминовую систему, естественно. И, как мы знаем, да, психоз это избыток дофамина в среднем мозге, что как раз и вызывает вот эти вот продуктивные симптомы, бред и галлюцинации. И вы сейчас видите на экране исследование, которое подчеркивает, что злоупотребление кокаином тоже увеличивает риск развития психоза, причем от 6 до 10 раз, то есть по сравнению с общим населением. Видите, это большие цифры. И если говорить про классификации современные, да, я все-таки больше уже ориентируюсь на МКБ 11 пересмотра, самая современная классификация, то есть диагнозы именно по веществам, и у каждого диагноза именно с веществом есть психотическое расстройство, да, то есть вот если мы говорим про каннабис, опять же, код 6C41.6, это психотическое расстройство, вызванное употреблением каннабиноидов. И современная классификация американская, да, DSM 5 пересмотра, это Substance Medication Induced Psychotic Disorder, да, то есть тоже психотическое состояние, вызванное употреблением психоактивных веществ или медикаментов. И основными критериями для постановки вот таких вот диагнозов является то, что у человека появляются психотические симптомы на фоне употребления, либо сразу после, да, окончания употребления вот данного вещества. При этом симптомов не было раньше, и они не могут объясняться другими диагнозами. Что же на практике? Если мы видим человека, который поступает уже с несколькими эпизодами, да, то есть в начале, при первичном эпизоде, действительно, мы ставим психоз, индуцированный употреблением психоактивных веществ, но уже, допустим, несколько эпизодов, уже полностью симптомы не проходят в перерывах между госпитализациями. И симптомы появляются уже и без употребления психоактивного вещества. Вот тогда уже диагноз переводится в разряд шизофрении. И в психиатрии есть такое понятие, как двойной диагноз. Я думаю, что те, кто с этим сталкивался прекрасно, да, знают, что это такое, потому что есть группы поддержки для людей с двойным диагнозом, есть группы поддержки родственников людей с двойным диагнозом. И под двойным диагнозом понимают состояние, когда у человека есть, с одной стороны, зависимость от психоактивных веществ, в том числе алкоголя, а с другой стороны, какой-то психиатрический диагноз, да, то есть какое-то психическое расстройство. И вот когда они идут именно в комбинации, то здесь нам нужно учитывать всегда два состояния. И вот еще очень интересные данные, это National Institute on Drug Abuse, то есть Национальный институт по как раз употреблению, да, наркотиков, психоактивных веществ. 2020 год данный показал, что около 50% людей, которые имеют различные психиатрические состояния, расстройства, также страдают зависимостями от психоактивных веществ. И естественно, да, это усложняет процесс лечения, потому что вот оба состояния, они как бы потенциируют друг друга. Например, да, у человека с шизофренией употребление алкоголя или наркотиков может естественно усиливать симптомы, да, снижать эффективность лечения. Это увеличивает частоту рецидивов, это увеличивает частоту госпитализаций. И вот здесь еще такое небольшое отступление, что не всегда мы можем сказать, что первично, что вторично, да, что именно вот такая вот четкая прямая причинно-следственная связь, потому что бывает так, что молодой человек, у которого появляется, да, вот психоз, психотические симптомы, голоса в голове, это может быть подросток 14-16 лет, либо молодой человек 18-20 лет, он начинает употреблять психоактивные вещества для того, чтобы заглушить эти симптомы. Тогда уже употребление психоактивных веществ является вторичным. Но чаще бывает все-таки, конечно, наоборот, что человек изначально, да, в поисках социализации, в поисках удовольствия, получения различного опыта употребляет психоактивные вещества, и уже на их фоне развивается психотическая симптоматика. И вот такие двойные диагнозы, это всегда такой клубок проблем, и хорошо, если в клинике есть специальные отделения двойного диагноза. Но вот в некоторых клиниках в Германии такое есть, пока еще, к сожалению, не очень распространено. Надо смотреть в других странах, да, потому что все-таки там немножко специфический подход. Бывает, что в отделении психиатрии лечат только психиатрическое состояние, да, например, у человека психоз или депрессия, или навязчивости, или что-то еще. И зависимость, да, она фиксируется, конечно, но не осуществляется каких-то специальных прицельных интервенций, да, для того, чтобы человека именно избавить от зависимости. И наоборот, когда человек приходит в какую-то наркологическую клинику, когда он приходит в реабилитационный центр, там идет все именно о зависимости, об обстиненции, но в то же время как-то упускаются, да, из вида психиатрические диагнозы, например, если у человека есть тяжелая депрессия. И поэтому, да, так как не учитывается оба состояния, то и эффективность лечения может быть достаточно низкой. Очень важно при двойном диагнозе осуществлять такой интегративный подход, когда применяется и назначение медикаментов, фармакотерапии и психотерапии. Вот в 2023 году вышло исследование, опубликованное в Oxford Academic, то есть сейчас вы видите как раз скриншот на экране, что психосоциальные интервенции не оказывают большого влияния на исходы стояния, в частности, ну вот на первичный исход, на частоту госпитализации, на употребление. Но здесь вот такое немножко двоякое впечатление от этого исследования, потому что качество тех исследований, которые включал этот мета-анализ, достаточно низкое. То есть это было 35 разных небольших исследований, и вот хотя это такая большая, да, очень качественная на самом деле статья, но тем не менее вот я бы не стала полностью ориентироваться. Все равно нужен, конечно, обязательно такой интегративный подход, нужна социальная поддержка. Например, есть статьи, здесь вы тоже видите такую статью на экране о том, что когнитивно-поведенческая терапия имеет как раз хорошую эффективность в лечении тревожных, депрессивных расстройств у людей с сопутствующей зависимостью. И еще важно учитывать, что пациенты с двойным диагнозом гораздо больше нуждаются в поддержке и реабилитации. Часто это очень длительная история, да, то есть если мы, например, человека с первичным эпизодом депрессии пролечили и выписали, и все может быть хорошо, то вот здесь вот действительно нужна такая долгосрочная поддержка из-за высокой частоты рецидивов, как психиатрического состояния, так и зависимости. Исследования также показывают, что социальная поддержка является одним из ключевых факторов именно у человека с двойным диагнозом. То есть это поддержка со стороны семьи, со стороны общества, потому что только это, да, дает мотивацию, это дает смысл. Вот как только человек для себя найдет мотивацию, что он, допустим, это делает, ну, хотя бы, да, для своей семьи или для своего партнера, для своих детей, то, конечно, это снижает уже риск рецидивов, это повышает вообще комплоентность человека, да, способность соблюдать какие-то правила, соблюдение режима лечения. И, конечно же, да, таким людям нужна обязательная социальная адаптация. И еще, конечно, очень важно посещать долгосрочные программы реабилитации и профилактики рецидивов, да, то есть чтобы оставаться в абстиненции. И вот, например, это участие в группах анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, по-английски называется наркотик анонимус, то есть это как раз группа людей, где люди общаются на равных, то есть это не обязательно должен быть психолог, который ведет такие группы. Чаще всего это люди, которые сами прошли через зависимость, люди выздоравливающие, выздоровевшие, да, которые помогают и поддерживают тех, кто сейчас борется с зависимостью. И, конечно, да, то есть назначаются и медикаменты, медикаментозная терапия, опять же, это могут быть антипсихотики, это могут быть антидепрессанты, то, что человеку в данное время нужно. Также это могут быть антагонисты опиатных рецепторов, да, это налоксон, налтриксон, которые, опять же, лучше помогают справиться с зависимостью, уменьшают симптомы абстиненции. И в назначении препаратов здесь очень, наверное, важно правило, опять же, не навредить, то есть не назначать те препараты, которые у человека с зависимостью могут вызвать еще одну зависимость, да, или подкрепить зависимость. Речь идет в первую очередь о бензодиазепинах, речь идет, например, о психостимуляторах для лечения СДВГ, то есть если у человека есть еще и СДВГ как базисное стояние и зависимость, то, естественно, например, не назначаются те же производные амфетамины, которые часто применяются для лечения СДВГ, то есть все это нужно учитывать. И сейчас на экране вы видите скриншот исследования, в котором приняло участие более 80 тысяч человек, было проанализировано, и в этом исследовании изучалось, какие препараты более и менее благоприятны при одновременном наличии зависимости и шизофрении. И вот было показано, что бензодиазепины самые неблагоприятные препараты, они повышают частоту рецидивов, частоту обращений, а самые благоприятные это антидепрессанты. Вот очень интересное исследование, тоже достаточно качественное. Еще важно, конечно, при двойном диагнозе учитывать и физические, да, соматические заболевания, потому что часто это сердечно-сосудистые заболевания, часто это сахарный диабет, часто это хронические инфекции, связанные с употреблением внутривенных наркотиков, да, это ВИЧ и гепатит в первую очередь, гепатит С, гепатит В иногда. И вот, например, было показано, что в США 40-50% людей с тяжелыми психическими заболеваниями и зависимостью имеют гепатит С. И вот 10 до 20% людей имеют ВИЧ-инфекцию. И еще одно перспективное направление у людей с двойным диагнозом, это мобильные приложения, applications, да, которые позволяют лучше контролировать, отслеживать свое состояние, оставаться в контакте с сотрудниками здравоохранения. И вот несколько фотографий, несколько приложений тоже решила для вас таких найти. Например, такое приложение, I'm Sober, это приложение для отслеживания трезвости. Также приложение My Strength, это приложение для отслеживания и управления стрессом и симптомами зависимости. И также Recovery Path, это управление зависимостью и симптомами психического здоровья. Еще очень важно, что, к сожалению, стигматизация может препятствовать лечению людей с двойным диагнозом. Причем стигматизация идет не только от общества, но и от самих работников здравоохранения. Поэтому очень важно распространять информацию. Поддержка, как я уже сказала, людям с двойным диагнозом нужна гораздо больше. Вот такая вот длительная поддержка, длительное ведение возможности доступа к здравоохранению. Потому что из-за такой стигматизации бывает, что люди даже сами не обращаются. Это снижает, опять же, мотивацию, препятствует выздоровлению. Друзья, я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным по поводу двойного диагноза. Пишите, может быть, есть у вас такой опыт. Сдавайте свои вопросы и также подписывайтесь на Telegram. Сейчас уже, наверное, немножко скептически отношусь, потому что все очень непредсказуемо. У нас то одна с одной сетью что-нибудь, то с другой сетью что-нибудь. То у нас YouTube блокирует, то у нас Telegram какие-то проблемы. Но, тем не менее, Telegram-канал у меня есть. Подписывайтесь. Там сейчас регулярно каждый день выходят небольшие статейки для чтения, которые можно всегда где-то на ходу просматривать. Также у меня есть Instagram. В Instagram все хорошо. Там тоже много информации и каждый день выходят небольшие видосики. Поэтому подписывайтесь на соцсети, у кого есть такая возможность. По традиции я желаю вам психического здоровья и я для вас, конечно же, остаюсь дальше. Не важно, что происходит с какими-то соцсетями. Все равно видео записываются, дальше работаем, дальше с вами общаемся, остаемся на связи.